Сегодня будем жарить минтай. Для его приготовления нам понадобится сам минтай, где-то здесь около килограмма, морковка, несколько штучек у меня, вот здесь средненьких, лук, головок 4, соль, перец чёрный молотый, масло растительное для поджарки и мука. Первым делом надо подготовить рыбу. Убрать вот здесь вот чёрную плёнку, убрать всё лишнее, почистить, хорошенечко промыть. Соответственно, если рыба с головой, то первым делом отрезать голову, потом выпотрошить всё частенько, сделать, промыть. Я убрала вот здесь вот плавник, вырезала. На филе я его делать не буду. Вы можете делать, как вам нравится. Вот таким образом я подготовила всю рыбу и сейчас я просто порежу её на порционные кусочки. Далее нам рыбу надо замариновать минут на 20. Я вот приложила большую миску, чтобы удобнее было мешать. И добавлю сюда соль и перец чёрный молотый. Все остальные специи вы можете добавлять по вкусу, как вам нравится. Я не буду ничего добавлять. Вот немножко так посолю и поперчу. Всё. И прям руками я перемешаю, чтобы равномерно всё распределилось. И пусть постоит рыба минут 20, промаринуется. Пока маринуется рыба, мы подготовим лук. Его просто надо порезать. Порезать можно любым способом. Полукольцами, кусочками. Кому как нравится. Я обычно режу небольшие такие кусочки, как обычно на поджарку. Лук мы порезали. И теперь нам надо натереть морковку. Морковку мы тоже подготовили. Натёрли на крупной тёрке. Прошло 20 минут, и рыба наша замариновалась. Подготовили муку, рыбу, и сейчас будем её жарить. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительного масла без запаха. Начинаем выкладывать рыбу. Берём кусочек рыбы, обваливаем хорошенечко в муке со всех сторон и выкладываем на сковородку. Так вот. И хорошенечко обжариваем рыбу с двух сторон. Рыбка с одной стороны уже поджарилась, и сейчас я её переверну в другую сторону. Аккуратненько. Пусть она также подрумянится с другой стороны. Рыбка наша уже поджарилась. Она и с этой стороны красивая. Сейчас я аккуратненько. Всё, она поджарилась. И сейчас её ложим на тарелочку. Переложила я рыбу на тарелочку. В принципе, она уже готова. Её можно есть и так. Но я отдельно сейчас сделаю ещё поджарочку. Лук с морковкой. И сверху её просто залью. Хорошенько разогреваем сковороду и выливаем в неё масло. Выкладываем лук, который мы нарезали уже заранее. Лук уже обжарился слегка. Стал более прозрачный, помягче. Вкладываю туда морковку. Перемешиваем. Обжаривать вместе с луком, пока не получится у нас красивый золотистый цвет. Я буквально чуть-чуть подсолю. Немножко перчика даже можно добавить. Чуть-чуть буквально. Огонь немножко надо убавить, чтобы не горело. Добавили немножко водички. Буквально чуть-чуть. Чтобы лучше протушилось. Даже можно прикрыть крышечкой. Поджарка моя готова. Для тех, кто любит поострей, можно добавить ещё перчика, любые специи, которые подходят для рыбы. Я приготовила классический вариант. Немножко добавила буквально несколько крупинок сахара. Дальше я эту поджарку выложу сверху нашей приготовленной рыбы. просто вот так аккуратненько раскладываю, как бы засыпаю рыбу. Вот такую рыбу можно приготовить буквально в течение 30-40 минут. Получается быстро, просто и вкусно. Если понравился вам такой способ приготовления рыбы, можете повторить. Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. А я вам желаю всего доброго, здоровья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok